Ну чё, браточки-типочки, всем привет, как бы сказал Литвин. А я вам скажу иначе. Сегодня у нас ролик. Ролик о конфликтах, срачах и разборках. Моргенштерн сошёл с ума. Что-то в его жизни случилось, и он начал сраться со всеми. Так, недавно был жёсткий конфликт с Литвиным, в ходе которого Литвин даже угрожал Моргену настучать по роже при личной встрече. Морген успел посраться со своим другом Фреймтеймером, который обвинял его в рекламе Казика. А Литвин, в свою очередь, успел посраться с блогером Васильевым. Ну, или демо-версии Литвина. Короче, со своим братом-близнецом. Кто прав, кто виноват и что вообще случилось, узнаешь в сегодняшнем ролике. Ну что, ребятки, сегодня настало время разобраться. За последнюю неделю накопилось уж очень много конфликтов в медийном поле. Причём конфликтов довольно цитируемых. Что я имею в виду? То, что огромное количество пабликов, на которые я подписан, на которые по-любому подписаны вы, так или иначе высказывались об этих конфликтах. То есть это не какая-то андерграунд-движуха из нижнего интернета. Эти имена и фамилии у всех на слуху. А когда один популярный человек срётся с другим популярным человеком, как говорится, происходит мясо. И это начинают все обсуждать. Зачастую не понимая, что вообще происходит. Не представляя контекст всего конфликта. И сегодня мы как раз таки в этом контексте постараемся и разобраться. Началось всё с конфликта Моргенштерна и Фреймтеймера. Хронология была такая. Как вы все помните, Морген снялся в проплаченной рекламе одного казиноча. И стал его, можно сказать, амбассадором. Хоть как и сам Морген заявил, он отказался от рефералки, то есть не получит ничего с проигранных денег его подписчиков. Но сам факт, заплатили ему очень много. И разумеется, нашлись те, кто его критиковали. Это нормально. Независимо от того, чем ты занимаешься, делаешь ты хорошо или плохо, всегда найдутся недовольные люди. Когда-то их больше, а когда-то меньше. И у Моргена есть, точнее был, один друг. Блогер, стример, в прошлом оператор. Фреймтеймер. Вы, наверное, видели нарезки своего стримов на тему психологии, какие-то жизненные истории. Я сам несколько раз на него натыкался. Довольно интересный персонаж. Залетал пару раз к нему на стримы. Приятная атмосферка, обсуждение психологии, жизни, отношений. Такой, расслабляющий вечерний контент. Пацан вроде здравый. И этот фреймтеймер какое-то время был оператором у Моргенштерна. Помогал ему в создании видеороликов. Так они познакомились, подружились и поеба... Осуждаю. И уже в дальнейшем друг друга поддерживали. И фреймтеймер всегда высказывался, что он против рекламы запрещенки, Казиков и не понимает людей, которые на это соглашаются. Мол, репутация дороже денег. Собственно, сам он подобное никогда не рекламировал. По крайней мере, насколько я знаю. Я надеюсь, вы понимаете, что в роликах мое субъективное мнение. Это не истина в последней инстанции. И иногда я могу ошибаться. И иногда факты, которые я говорю вам в роликах, лучше перепроверить. Так вот, у Моргена вышел тот самый клип с рекламой того самого Казинича. Стали выходить рекламы на сторонних сайтах. И фреймтеймер решил публично высказаться. Сказал, что х** от Моргенштерна с его рекламой. И мол, ему такое не нравится. И это было бы окей, если фреймтеймер лично связался с Моргеном в переписке. Или позвонил ему. И высказал те моменты, которые ему не понравились. Но вместо этого Санечка публично решил поднасрать Моргена. Делал ли он это сознательно, чтобы начать срач. И чтобы его аудитория начала это обсуждать. Или это был крик души, непонятно. Но лично у меня были ситуации, когда я был не согласен с корешами. В том числе с корешами-блогерами. Я мог бы публично написать, засрать их за что-то. Как они меня могли засрать. Я тоже не идеальный, знаете ли. Но мы этого не делаем. Если нам что-то не нравится, мы пишем друг другу в личку. Или звоним, обсуждаем, дискутируем. И делаем какие-то выводы. И стараемся не повторять свои ошибки в дальнейшем. Можете называть это как хотите. Мужская блогерская солидарность. Вот это настоящая дружба. Я бы не позволил себе публично высказаться в адрес своего кореша. Даже если он сделал что-то такое, с чем я не согласен. Ну и короче, была история. Когда я уже учился в универе. Вы все помните истории, как я сдавал ЕГЭ. Что я начал готовиться в последний момент. И очень сильно об этом пожалел. Потому что еле-еле потом поступил. Ну, это меня научило. И в дальнейшем я стал, как говорится, думать наперед. И к зимней сессии на первом курсе готовился заранее. Но у меня был кореш, который считал, что зачем готовиться к экзаменам? Все само собой сдастся. И мы с ним из-за этого часто конфликтовали. А то, что ты можешь вылететь из вуза. Или в случае с ЕГЭ просто в вуз не поступить. И пойти служить в армию. Это его не волновало. Есть даже такие индивиды, которые начинают готовиться к ЕГЭ. В последний момент я сам таким был. И готовился. Не с 10 класса, как это надо. А за несколько месяцев до экзамена. Ну, если ты оказался в такой же ситуации, то есть выход. Если ты по какой-то причине еще не начал заниматься и готовиться. И хочешь закрепить знания. То для тебя есть онлайн-школа Сотка. Где есть сжатый экспресс-курс подготовки. За оставшиеся пару месяцев. Ну, а также полноценная программа. Для того, чтобы уже в следующем году сдать ЕГЭ на максимально возможный для тебя балл. Онлайн-школа Сотка готовит сразу по 4 предметам. И цена занятия здесь гораздо выгоднее, чем если бы ты занимался с репетитором. Быстрая проверка домашки. Персональный менеджер. Молодые классные преподаватели. Ежемесячные пробники. Когда ты будешь видеть результаты своей работы. Ну и самое главное. В Сотке вся подготовка проходит без стресса. Ежемесячные вебинары с психологом. И полезный телеграм-канал. И огромное количество моих подписчиков уже являются учениками Сотки. И продолжают меня благодарить за классную рекомендацию. Ведь на самом деле в экзаменах нет ничего страшного. Если правильно к ним подготовиться. И подготовиться заранее. По промокоду слэш 4 ты получишь скидку на обучение. Все ссылки будут в описании. Переходи и не затягивай с экзамены. Так вот, после этого жесткого выпада от фреймпеймера, Моргенштерн решил ответить. Цитата. Кто не в курсе. Санечка позволил себе такую фразу. Я ебану Моргенштерна. С его рекламой БК. Это сказал Саня. Мой друг. Если бы не наши отношения. Его татуировку оператор Моргенштерна на руке. Только поэтому у него не сломаны ноги. Я считаю, что человек показал свое лицо. Окей, я буду нормально общаться. Подам руку. Но больше не в мафии человек. Все. Так нельзя. Ты либо ешь со стола со всеми. Либо встаешь и выходишь из-за стола. А он встал и смотрит рядом. Говорит. Да, я за Алишера. За что-то уважаю. А за что-то не уважаю. В смысле? Ты что, свою жену тоже за что-то будешь уважать? А за что-то уважать не будешь. Ты либо друг, либо не друг. Меня это хуй пи*** строило. Я понимаю. Он может быть против ставок. Но если ты уважаешь мой путь. Уважай все, что я делаю. Если бы Саня сказал да. Я видел, что Алишера сделал рекламу БК. Я это осуждаю. Это неправильно. Но это его выбор. Я уважаю его выбор. Но он сказал иначе. Вот как высказался сам Морген. И на самом деле в его словах есть что-то здравое. Тебе может не нравиться, чем занимается твой друг. Ты можешь его осуждать. Но как будто бы правильнее сказать ему это в лицо. А не на широкую аудиторию в своих соцсетях. При этом от него открещиваюсь. Знаете, у меня тоже есть друзья, поступки которых мне не всегда понятны. Со взглядами которых я не всегда согласен. Но я не делаю из этого срач. Не обижаюсь и не открещиваюсь от них. Ты действительно, либо друг, либо не друг. Ты человека либо уважаешь, либо нет. И нету никаких но. Позже Санечка ответил, что поговорить с Алишером в личных сообщениях. Я не собираюсь делать из этого медийный конфликт. Не собираюсь эти разборки выносить на общее. Это второй момент. И третий момент. Мы с этим человеком общаемся больше семи лет. Вкратце скажу. Эмоции у него, эмоции у меня. Такое бывает. Люди конфликтуют. Так как люди имеют медийный характер, что он, что я. То это иногда выходит за пределы. Это не есть хорошо. Я не собираюсь эту цепочку дальше развивать. Действительно, Санечка, тут ты прав. Говорить надо в личных сообщениях. И не делать из этого медийный конфликт. Но ты это уже сделал. И ты начал именно с медийного раздувания. Ведь Моргенштерн же услышал о том, что ты его в рот из-за рекламы Казика от третьих лиц. То есть ты заявил это публично, а не ему в лицо. Так что недовольство Моргенштерна как будто тоже можно понять. Как и обиду Санечке. И дальше срач начал разрастаться с геометрической прогрессией. Фрейм Теймер обвинял Моргена, что у него проблемы с головой. Что ему нужен психолог. Моргенштерн начал обвинять Санечку, что если ты у нас такой психолог, как ты можешь разбрасываться такими фразами. Иди на стримах со школьников деньги собирай. За сеанс психотерапии. Мол, он вообще врет, не верьте ему. И так далее. Фрейм Теймер отвечал, что Моргенштерн лицемер. Мол, он плохой друг, постоянно меняет круг общения. Если ты продолжишь, ты потеряешь последнего друга. И Фрейм Теймер даже уколол Моргена. Походу, критиковать Элишер имеет право только тот, кто ему заплатит миллион долларов. Жаль, я кайзик не кручу. Так бы легко опрос решили. Кто не понял, это была отсылочка на стрим Моргена с Мелстроем. Если что, Фрейм Теймер и на этот стрим очень обиделся. В ходе этого стрима Мелстрой задавал Моргену провокационные вопросы. Часть из которых действительно была оскорбительной. Но Моргенштерн как будто бы все это хавал. И иногда отвечал на остроты. Уже спустя время Морген заставил Мелстроя извиниться. На стриме он некорректно спросил Моргена о его девушке. И об одном инциденте из ее прошлого. На что на самом стриме Морген отреагировал спокойно. Но уже после начал на него катить бочку. Обижаться и мол извинись перед моей девушкой. Побуждение конечно хорошее. Но как будто бы об этом надо было сказать сразу. А не выжидать целый месяц. И требовать извинения. Как говорится после драки кулаками не машут. Но если вы думаете, что Фрейм Теймер и Мелстрой это все. То нет. Моргенштерн решил поконфликтовать со всеми. И досталось даже Миша Литвину. В своем конфликте с Фрейм Теймером. Алишер не забыл вспомнить и его. Видите ли Санечка в свое время также был оператором у Литвина. Который раньше также занимался рекламой казиков. Раскруткой счетов. Алишер начал обвинять Фрейм Теймера. Что ну это же не мешало тебе с ним сотрудничать. Какое-то лицемерие получается. И Миша Литвин не остался в стороне. И прокомментировал. С тем, что Литвин на ранних этапах карьеры Фрейм Теймера ему помог. Он согласился. Но насчет рекламы каперов и казиков. Литвин ушел в отрицалово. И посчитал слова Моргена клеветой. Пригрозив разбить ему е... Далее Литвин вспомнил про фонд помощи Алишера. Который он создал недавно. Из-за известных событий. И по мнению Литвина. Морген сделал это ради хайпа. А не ради помощи людям. И был даже совместный стрим. Созвон. В ходе которого Литвин предложил Моргену подраться на улице без камер. Чтобы выяснить отношения. Алишер в свою очередь. Предложил Литвину поединок с судьей по правилам бокса. Литвин от этого отказался. И предложил все-таки увидеться на улице. Моргенштерну такое предложение не понравилось. А позже подключился и сам Мелстрой. Он заявил, что готов заплатить по 2 ляма долларов. Моргену и Литвину. За их бой по правилам бокса. Короче какой-то сюр. На мой взгляд, то ли у Моргена накопились какие-то внутренние обиды на его знакомых. Ему просто захотелось высказаться. То ли у Моргенштерна реально начала свистеть фляга. Потому что, на мой взгляд, чем более человек недоволен окружающим миром. Чем больше он конфликтует. Чем более он зол. Тем больше у него нерешенных проблем в голове. Ну, возможно еще один вариант. Что Алишер просто решил похайповать. Если раньше у него получалось поддерживать популярность. Без каких-либо медийных конфликтов. То сейчас, возможно, нет. И он решил тем самым себя бустануть. Бустануть. Поняли, да? Бустануть. Но, как факт, за этим довольно любопытно наблюдать. Да и видосик про это снять можно. И просмотров набрать. А знаете, что можно еще сделать? Записаться на занятия в онлайн школу Сотку. Использовать мой промокод слэш 4. И подготовиться к ЕГЭ. А ты, дружище, подписывайся. Ставь лайк. И пиши в комментариях, что ты думаешь о Моргенштерне. И сошел ли он с ума. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.